26 января протеерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни. Священнослужителю стало плохо, когда он сидел на скамейке у храма Фёдора Студита, у Никистских ворот после службы. 27. По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Всеволод Чаплин считался одним из самых медийных православных священников. Он часто давал интервью, участвовал в спорах и обсуждениях самых разных тем. Например, критиковал творчество группы Ленинград, суррогатное материнство сравнивало с проституцией, осуждал празднование Хеллоина и высказывался по поводу матронимов, случаев, когда матерь присваивает детям мачество, а не отчество. 28. Я познакомился с Прута Иреем Всеволод Чаплиным несколько лет назад в соцсетях в группе ВКонтакте. Мне сначала непонятно было, почему такой известный священник мог спокойно общаться с кем угодно, кто был добавлен, и в друзья. К счастью, мне пришлось уйти из соцсети группы ВКонтакте, видя там постоянные склоки, клеветы, осуждения, споры, ругательства, нецензурщины и многое, что не соответствует образу человека, которого создал Господь по своему образу. 29. Каких только медийных личностей нет в сетях. И не так просто выйти с ними на диалог. 30. Предлагается только подписаться на них и получать рассылки с их высказываниями. 31. Но это совсем неинтересно. Если они предлагают какие-то высказывания, и я не согласен с ними, почему же не могу им возразить? 31. В сетях так построено всё, что все споры возникают не с теми, кому принадлежат высказывания, а с теми, кто оставляет комментарии такие, что за голову просто берёшься. 32. Чего только не увидишь и не услышишь там. 33. Но зато с таким убеждением правоты свои пишут. 34. И не дай Бог им возразить, а то столько грязи помоев на тебя выливут, что только держись. 34. Извините за такое отступление, но это я говорю к тому, чтобы подчеркнуть полную открытость и доступность к репостам и общению покойного протерея Всеволода. 35. К высказываниям, которым многие подписчики, а их у него было немало, несколько тысяч, относились к пониманию, благодарности и уважению. 35. Причём я заметил, что, принимая на себя словесные удары, укоры со стороны недоброжелателей, ругателей, бестактных оппонентов, сквернословов, протерея Всеволод с достоинством относившись к ним, умел, не теряя облик прежде всего человека и священника, 36. Или не реагировать на оскорбления, как бы не замечая их, или высказаться с любовью, себя не защищая, а вразумляя обидчика и ругателя. 36. Конечно, было немало у меня с ним разногласий, но приводимые в оправдание своих высказываний слова святых отцов дело много не меняли. 37. Мне всегда нравилась его манера изящного подбора слов, надо сказать, непростых, малопонятных простому народу. 38. Достаточно образованным, политически грамотным и культурным человеком ему приходилось встречаться со многими деятелями культуры, 39. Партийными руководителями, политологами, журналистами, нередко посещать спектакли и концерты. 39. Вопреки немалым разногласиям в духовных вопросах, все же хотелось найти взаимопонимание в отношении классической музыки. 39. Я не знал, что отец Всеволод не любил Моссарта, и все же ему пришлось его послушать на одном из концертов у меня на даче, куда по моему приглашению он с огромным желанием приехал. 40. Все прошло в дружеской и теплой, радушной обстановке. 41. Отец Всеволод что-то постоянно записывал в блокнот свой. 41. И после концерта мы очень хорошо побеседовали за чаем с пирогами, конфетами и вареньем. 41. В беседе нашей принимали участие и другие священники, известный историк МГИМО Ольга Николаевна Четверикова и все, кто слушал концерт, скрипача Леонида Лонстрима и пианистки Марии Воскресенской. 42. Совершенно не верится, что больше не увидим и не услышим его речей, проникнутых искренней верой, гражданским долгом, уважением к людям, желающим самого главного – спасения души. 43. Да упокоит милостивый Господь в недрах Аврамовых и с праведными причтет новоприставленного протеерея Всеволода и сотворит ему вечную память, царство ему небесное и вечный ему покой. 44. Субтитры создавал DimaTorzok